Мы с огромным удовольствием и с огромным воодушевлением восприняли инициативу нашего партнера, нашего давнего партнера, компании «Мегафон», о создании этой виртуальной интернет-площадки, о создании ресурса, при помощи которого каждый желающий мог бы прикоснуться к истории «Зенит», ознакомиться с теми предметами, которые являются частью этой истории. Я от всей души поздравляю клуб, во-первых, с юбилеем, во-вторых, с блестательной победой на чемпионате. Я очень надеюсь, что тот музей, который мы сегодня открываем, он с каждым следующим годом будет пополняться новыми и новыми трофеями. Это своего рода футбольный справочник, который, естественно, будет со временем еще пополняться каким-то историям, каким-то датом. И самое главное, что он живой. И еще самое главное, что он народный. Поэтому туда каждый человек может зайти, посмотреть, оставить свои какие-то заметки. Лично я буду следить за тем, как будет пополняться этот музей, какие истории люди будут выкладывать. Может быть, какие-то смешные или забавные видео, или эпизоды из каких-то матчей. Одним словом, приглашаю всех в виртуальный музей «Зенита». Готовы ли вы чем-нибудь пожертвовать для этого музея виртуального? Или, может быть, уже пожертвовали? Чем я пожертвовал? Своим здоровьем, в первую очередь. Ну вот. Не знаю, может быть, что-то, кстати, уже, наверное, музей у меня втихаря и взял. Наверное, втихаря всего. Потому что, когда что-то просили меня, я, честно, не поделился этим, потому что это мне было очень дорого или было не единственное в экземпляре. Но, так или иначе, со временем, может быть, я что-то оторву от своего сердца. И, может быть, еще какой-нибудь предмет отдам в музей «Зенита». Это сертификат на полмиллиона рублей, который вы можете потратить на благотворительность от вашего имени. Поэтому с днем рождения. Поздравляю. Спасибо.